Доброе утро, дорогие друзья. Итак, мы с семимильными шагами с вами шагаем по недельной главе Дворим и уже КИТЦ. КИТЦ. А месяцы Элуль Хафицхайм приводят в качестве иллюстрации такую ситуацию. Один человек просит у другого одолжить ему денег. Друг какого-то соглашается, назначает место и встречи, время тот приходит, а получатель суда не является. Без всякой причины просто не явился. Потом звонит, извиняется, просит денег, снова не приходит, снова просит, морочит голову. Суду, конечно, он не получит, да, и друг его очень будет сердиться на него. Потратил время, остался в дураках, отношения испорчат. Так и Всевышний. Мы изо дня в день о чем-то просим его, о здоровье, удаче в делах, сами не прилагаем никаких усилий, не выполняем своих обязательств. Можно представить себе, как он обязан на нас сердиться. Надо немножко думать об этом. Инициатива в наших построениях с небом должна исходить от человека. И всего это следует один простой вывод. Если сейчас, в месяце Элуль, мы захотим приблизиться к Всевышнему, то он тоже захочет приблизиться к нам. А чем может стать подобное сближение? Тем, что я смогу исправить свои качества какие-то, я могу что-то сделать лучше и так далее. Каким образом приблизиться к Творцу? Это не так сложно, как кажется с первого взгляда. Нужно стимулировать себе проявление такого умного слова альтруизма. Желание давать. Если кого-то смущает это иностранное слово, еще проще выразить. В конце месяца, в этом месяце, нужно стать более щедрым на пожертвования, на добрые поступки, на слова, которые могут помочь. На ваше собственное, так сказать, непрохождение мимо какой-то беды чужого. Нужно стараться что-то в этом месте срочно делать для других, чтобы справить ситуацию. А поскольку вот этот альтруизм, это одно из качеств Всевышнего, то через вот эти вот маленькие поступочки, маленькие актики бескорыстного служения, у нас появится возможность приблизиться к Творцу. Видите, не так все сложно. На этой недельной главе КИТ-Ц, которую мы начали, она начинается словами «Когда ты выйдешь на войну с врагами твоими, Господь Бог твой передаст тебе их в руки, возьмешь в плен плененное им». Знаете, очень много толкования этим словам. Я думаю, что мы еще найдем время. Но в книгах по Мусару эти строки объясняют так, что Тора намекает на войну против дурного начала и его воинства. Очень часто бывает, что человек хочет серьезно укрепиться в чем-то связанном с духовностью. Принять принципиальные решения какие-то, изменить свой образ жизни. Например, больше времени там учебе или улучшить свои привычки, молитву там читать или еще. Ну, круг общения изменить, чтобы жизнь наполнилась большей какой-то духовностью. Это всегда связано с большими усилиями и даже с продолжительной войной. Потому что мы настроены на что-то одно, нам очень тяжело менять свой мир. Вот самый первый принцип здесь, прежде всего, выйди на войну. Когда выйдешь на войну? Выйди уже на эту войну. Не отчаивайся заранее, говоря, что у меня не получится, я уже не то, не так. Выйди, выйди. Нам дано обещание, если выйдешь на войну, тогда Господь Бог даст тебе в руки. Получишь свыше. Помощь победишь, ну выйди уже куда. Война это и есть наша с вами жизнь. Война между двумя человеческими склонностями. К добру и к злу. Кстати, зло всегда маскируется под добро. Победа ецертов, то есть доброго начала, на ецера злым началом. Так они называются на иврите. Это главный стержень жизни. Вот этим мы и занимаемся с утра до вечера. Нам и положено этим заниматься. В глобальном смысле победа добра над злом в мире, в условиях свободы, что мы сами могли выбрать это. Это и цель творения. И сказано, если выйдешь на войну над твоими врагами, обратим внимание на такую интересную вещь. Ты возьмешь его в плен. Обратим внимание на некоторое такое, вот я посмотрю, грамматическое несоответствие. Выйдешь на врагов, слово врагу употреблено во множественном числе. А возьмешь его в плен, в единственном. То есть кого-то одного. Тора подчеркивает, что сразу победить все. Знаете, когда человек шагает сразу, я завтра стану ангелом, я завтра. Не делайте этого. Потихонечку, шаг за шагом, один за одним. Нельзя стать ангелом сразу. И никто от вас этого не требует. Надо, чтобы человек последовательно, духовно возвышался. Этот духовный рост должен реализовываться в его практической повседневной жизни. И вот в этом стоит процесс нашей победы над злым началом. Знаете, к рабе Израилю из Ружина пришел человек и говорит, я согрешил, а как каяться, не знаю, не научили меня, что делать. А кто тебя научил грешить, спросил его Израиль. Да я просто сделал, как хотел, а потом узнал, что это грех. Точно так же и кайся. Делай добро, оставляй зло, а потом узнаешь, что совершил раскаяние. Брахавы от слоха, хорошей недели, хорошего всем, вот как бы, вот это вот, победы в войне. И чтобы у нас была хорошая неделя, в которой мы что-то изменили в себе. И чем-то помогли миру. Кому-то улыбнулись. Брахавы от слоха. Спасибо за субтитры. Продолжение следует...